МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первый независимый ЗАП-ТВ в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости Читы из Забайкальского окрая. Сегодня в выпуске вы увидите. Пять лет назад жители Читы проголосовали за благоустройство парка в мигрорайоне Северный. Что изменилось за прошедшие годы и на каком этапе создания парка сейчас, расскажем в этом выпуске новостей. В последние пару лет в новостной повестке все чаще начали возникать разговоры о введении налога на бездетность. Подробнее в выпуске. Жители по адресу Весения, 23, вынуждены жить без горячей воды. Почему так происходит, расскажем о выпуске новостей. Не переключайтесь. Теперь об этих и других событиях более подробно. Жители Читы продолжают мечтать о парке, который так и не появился. Подробности о судьбе Северного леса расскажет Юлия Банщикова. Эта история началась еще в 2019 году. Тогда в рейтинговом голосовании победил проект парка «Северный лес», набрав 3137 голосов. И, как обещали, благоустройство начнется уже в 2020-м. Читинцы действительно неравнодушно отдали свои голоса. Вот видно по активности. Это было видно и по обсуждению, которое шло до момента голосования. То есть тот, кто был неравнодушен к своей территории, тот и та территория победила. Ну, мы, естественно, рады, что победил парк «Северный». Эта территория определилась. Теперь дальше будем работать на следующий год. В 2020 году строительство так и не началось. Вместо парка в «Северном» слепили что-то и назвали парком угольщиков прямо на болоте. Изначально планировалось построить оба парка, начать делать оба парка. Были заказаны и проведены аукционы на проектно-сменную документацию по обоим паркам. Примерно в одно время они были в конце прошлого года. И в конце марта этого года работы должны были быть закончены. По обоим паркам? По обоим паркам. Проектировщик по парку угольщиков сдал нам проект с положительным заключением в апреле с небольшим опозданием, но сделал проектировщик по парку «Северный» и не сдал его до сих пор. То есть проект находится в экспертизе, частично загружен, частично нет. Поэтому, когда встал вопрос, куда мы отправляем деньги, была большая вероятность того, что мы не успеваем получить поезды по парку «Северный» и был риск неосвоения денег. Поэтому было принято решение начать с парка угольщиков. Только по этой причине. Наступил 21-й год, и в Читу приехал министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков. Тогда два Александра, Сапожников и Осипов, просили у министра денег на парк. Что мы смотрим? У наших коллег выделяется с федерального центра. У нас финансирование, конечно. У нас из-за Байкальского края выделяется 272 миллиона, было выделено. На Читу одна часть. Вот на выделено было 51 миллиона. Пользуясь случаем, как бы таким случаем не воспользовался, мы сделали проект. Это «Северный лес». У нас замечательный проект. Тут также прошло голосование. И там 42 гектара. Это мы считаем, что он будет самый большой парк, самый главный парк в Читу. На его реализацию нам, конечно, требуется 272 миллиона, но разбили на три этапа, на три года. Но, к сожалению, по финансированию нам, конечно, федерального финансирования пока не хватает, чтобы реализовать эти все проекты. Мы просим вас поддержать на федеральном уровне, может быть, поддержать субсидии Дальневосточных, вот отдельно. Хороший очень проект. Как в лесу можно организовать много дорожек, пространств, самых разных интересных объектов, велодорожек и так далее. И он просто подкупает тем, что это прям такое лесное пространство, природное, экологичное. И такого проекта вообще у Читы такого пространства нет вообще. А здесь такой принципиальный, новый природный парк с самыми разными вариантами назначения отдыха. Главный парк, так сказать, до Читы. И он не укладывается ни в ту, ни в другую схему. Поэтому хотелось бы, конечно, нового реализовать и подумать, где можно было бы взять на него финансирование. Следующие два года была просто тишина. Проект парка убрали в долгий ящик и благополучно забыли. Но вот наступил 2024-й, выборы и вновь. Конечно, все-таки строительство парка «Северный лес», который в 2019 году у нас в городе занял первое место на голосовании. Сегодня мы тоже внесли этот проект в мастер-план. Напомним, когда в 2019 году люди проголосовали за парк, стоимость его создания составляла 272 миллиона рублей. В 2020-м уже на 11 миллионов дороже. Сколько будет стоить создание этого грандиозного проекта сейчас, неизвестно никому. Горожане тем временем продолжают надеяться, что парк когда-нибудь случится. Более того, общественники пытаются обратить внимание властей и на другие части лесного массива, что расположен в городе. Как бы у нас, получается, идея пришла к тому, что, получается, в создании особо охраняемой природной территории, потому что, как бы, ну, леса встает все меньше и меньше. Гектары леса выгорают. И половина, как бы, леса застраивается, как бы вырубается и застраивается жилыми микроэлонами. Получается, что мы, как бы, хотим вот этот остаток леса, который находится вот в черте города, сохранить для людей, которые бабушек, дедушек. Общественники обращались во все возможные инстанции, но, может быть, как раз из-за того, что наши чиновники теперь прекрасно понимают, что создание чего-то масштабного им не по зубам, ответы люди получают исключительно отрицательные. Учитывая, что данные территории не являются муниципальной собственностью городского округа Город Чита, полномочия по созданию ООПТ на земельных участках Читинского лесничества соответственно не относятся к компетенции администрации. Коли пора горячих обещаний прошла и все расселись по местам, держите наказ, господа народные избранники. Постарайтесь хотя бы в эту пятилетку меньше болтать впустую, а хоть что-то делать и, желательно, качественно. На фоне демографического кризиса на протяжении уже многих лет возникают различные инициативы по улучшению ситуации с рождаемостью в стране. Последние пару лет политики все чаще говорят о введении налога на бездетность. Такая тема. В Думе много говорят о возвращении налога на бездетность. Как вы к этому относитесь? Что вы по этому вопросу думаете? У нас был такой налог в советские времена. Я думаю, что, не думаю, убежден, закон не может быть неморальным. Закон всегда морален. Иначе это плохой закон. Мне представляется, что введение закона на бездетность не имеет под собой моральных оснований. Этот вопрос был задан президенту в ходе прямой линии в 2006 году. С тех пор о введении налога на бездетность периодически вспоминали, но за последние два года тема стала особо острой. Несколько месяцев назад вновь о налоге заговорил депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Он считает, что такая мера станет выравниванием доходов граждан путем перераспределения через налоги. Те люди, которые имеют детей, они не должны жить хуже в среднем, чем те люди, которые отказываются от детей по разным причинам. Федоров говорил о таком налоге и в прошлом году, и еще раньше. То есть для тех людей, у которых нет детей, должны быть большие налоги в целом, а для тех, у кого дети есть, должны быть в целом меньшие налоги. Или вообще их не должно быть, если это небольшой доход имеют эти семьи. Стоит напомнить, что такой налог уже был в Советском Союзе. Тогда его удерживали из зарплаты тех, кто не собирался заводить семью. Не только Федоров, но и депутат Андрей Гурулев поддерживает инициативу в свойственной ему манере. Я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, выполняю эти деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, пустить на тех детей, которые еще ни на что остались без родителей. Вы понимаете, что у вас... У что у вас мужика в этой жизни остается? У тебя вот завтра вперед ногами понеслись, что осталось? Что? Первое имя, и второе – дети. Все остальное вообще никому не интересно. Стоит ли говорить, какую реакцию общественности вызывает подобного рода высказывание? Можно подумать, что, как и ранее, дальше разговоров эта идея не зайдет, и постепенно шумиха сойдет на нет. Но на днях стало известно, что Российский государственный социальный университет уже разработал параметр налога на бездетность для мужчин и женщин. По словам первого проректора РГСУ Джамарта Алиева, исследования проводились на протяжении полутора лет, и среди 15 рассматриваемых мер по улучшению демографической ситуации налог на бездетность – это лучший вариант. Налог на бездетность планируется приплюсовать к подоходному налогу – 3%, к налогу на наследство – 5%, на имущество – полпроцента. Во всей этой череде громких заявлений политики почему-то упускают самое главное – первопричину того, почему россияне не хотят или, скорее, не могут заводить детей. Возьмем Забайкальский край. У нас, как и в большинстве регионов, важнейшей причиной демографического кризиса является финансовое положение населения. Бесконечный рост цен, увеличение тарифов, цены на жилье и топливо. Кажется, в такой ситуации даже введение налога на бездетность не мотивирует людей заводить детей, ведь в любом случае затраты на воспитание ребенка будут гораздо накладнее. Вызывает вопросы еще и то, что для увеличения рождаемости нужно иметь трех, а то и больше детей. Это к вопросу о справедливости, ведь фактически, имея одного ребенка, для демографического положения такая семья в любом случае будет со знаком минус, и, соответственно, есть у тебя один ребенок или вообще нет, разницы никакой. Но одни должны будут платить налог, а другие нет. Несмотря на то, что разговоров о налоге на бездетность становится все больше, в Госдуму такой законопроект не внесен. Пока это смотрится скорее как прощупывание почвы для изучения общественного мнения. А как вы относитесь к введению вот такого налога? Иван Батырев и Иван Корнев. ЗАПТ-ТВ Аврора Газ. Газификация Читы. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии. 8 924 021 29 16 Большинство читинских маршруток перестали принимать безналичную оплату за проезд. Новый порядок, вызвавший неудобства у горожан, начал действовать в конце сентября-начале октября текущего года. Со слов читинцев, безналичную оплату убрали в некоторых городских маршрутах, а также во всех автобусах, которые ходят с ГРЭСа и КСК. В администрации города сообщили, что нововведение было принято перевозчиками после проверки налоговой. Однако в УФНС России по Забайкальскому краю опровергли эту информацию, уточнив, что проверка действительно проводилась летом. Однако банковские переводы налоговой запрещены не были. Депутат городской думы перевозчик Артем Миняйло в ходе разговора за про отметил, что точную причину таких изменений лично он не знает. Однако предполагает, что это может быть связано с частными конфликтами между водителями и пассажирами из-за неоплаты проезда и предъявления поддельных скринов об оплате. Кроме того, причиной отказа от безналичного расчета предположительно может служить желание перевозчиков скрыть часть средств от налогов. В Могучий суд арестовал на два месяца обвиняемого в громком убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья. Следствием установлено, что в ночь на 7 октября обвиняемый совершил убийство бывшей супруги, используя травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Ход и результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Ту ночь в отдел позвонила местная жительница и сообщила, что с балкона услышала звуки, похожие на выстрелы, и увидела лежащую женщину. Между жилыми домами полицейские обнаружили тело с огнестрельными ранениями и неподалеку задержали мужчину. Знакомые убитые, между тем, рассказали журналистам, что она получала угрозу от бывшего мужа азербайджанца, от которого ушла после того, как узнала об его изменах. По подтвержденной информации, мужчина в России был объявлен в розыск, из-за долгов и жил в Азербайджане. У пары осталась двухлетняя дочь. Между тем, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование данного убийства. Отсутствие санитарно-гигиенических возможностей операционной в создаваемом на базе горбольницы номер один отделении гинекологии, которое должно появиться после закрытия гинекологического отделения городского родильного дома на улице Курнатовского в Чите, может создать сложности для будущих пациенток и привести к неблагоприятным последствиям. Такое мнение высказал заведующий кафедрой факультетской хирургии ЧГМА профессор, доктор медицинских наук Сергей Лобанов, который также работает в горбольнице консультантом по хирургии. Специалист считает, что на данный момент вопрос требует обсуждения с представителями медицинского сообщества, внештатных главных специалистов, руководителей профильных кафедр и Минздравокрая, для того, чтобы принять наиболее оптимальное решение, в том числе рассмотреть варианты ремонта отделения на Курнатовского или строительство нового здания для этих целей. В редакцию канала обратились жильцы общежития по адресу Весения 23. С середины сентября постояльцы лишены горячей воды. Однако это не единственная проблема, которая их беспокоит. И без привлечения правоохранительных органов в этой задаче разобраться, видимо, не получится. Анжелика Панибрашина продолжит. КСК. Весенняя 23. Общежитие. Жители наперебой рассказывают, в каких условиях им приходится жить. Вот так у нас бежит вода горячая. Бежит только холодная. Горячей воды нету. Вообще. Без горячей воды местные жители сидят почти месяц. Этого блага цивилизации они лишились с 18 сентября. В чайнике греем-то и моем посуду. Ну, сами как моетесь. Так ездим в баню. И вот мы за что? Вот платим за горячую воду с нас высчитывать. Мы платим за это. Греем и моемся. Дети в школу ходят. Это каждый день. Надо хотя бы ребенка сполоснуть. Под вот этот смыть с ребенка. Идет все от управляющей компании. Мы звоним в ТГК по горячей воде. Они говорят, у вас сломался бойлер. Бойлер стоит выше миллиона. Теперь нам что, оставаться вообще без горячей воды? Здесь ведь даже не 30 семей живет. Здесь живет под 400 семей. Но это же вообще нереально, в конце концов. Мы же тоже люди. Помимо полного отсутствия горячей воды, жители вынуждены, можно сказать, ежедневно выгонять из своих апартаментов бомжей, которые уже давно облюбовали общежитие. На ночлег или посиделке они размещаются либо в коридорах пятиэтажки, либо прямо в общем душе. Приходишь с работы и то гоняешь бомжей, то гулянки, то пьянки. Это вообще невозможно. Мало того, что мы здесь утопаем в тараканах, в клопах, клопы вообще ходят из комнаты в комнату. Так еще в общежитии царит полнейшая антисанитария. Подвал, со слов местных, полностью затоплен. Жильцы жалуются и на уборщицу, которая своими прямыми обязанностями занимается крайне редко. К слову, той самой уборщицей тут трудится 77-летняя пенсионерка, которая огромную пятиэтажку убирает за гроши. И в процессе общения с ней складывается ощущение, что в этой истории она скорее сама жертва. С какой стороны, не смотри. Вы одна здесь убираетесь? Одна. Вы не успеваете? Почему я успеваю? Но извините меня, я сейчас скажу правду. Я начинаю убираться. У нас в основном здесь сдают комнаты. Я уберусь, я ночами здесь не сплю, убираюсь. И убралась, у нас здесь точно сразу же делают тот же, извините меня, срач. У меня на кухне бамзу я выгоняю. Мне угрожают. Угрожают как? Что говорят? Ну, матом говорят. Потому что им спать негде. Вахту давным-давно убрали. У вас зарплата как у уборщицы сколько? Я, знаете, у меня зарплата как пенсионеру, а пенсионеры платят мало. Ну, пенсию мы вашу не считаем, а зарплата именно уборщица сколько вы получаете? Ну, я раньше получала и 500 рублей, извините, и 500 рублей. И вот сейчас стала другая компания, стала по тысяче получать. И все. Тысячи это за какой период? Вот сегодня я убрала, а завтра мне выплатили зарплату. Но это не зарплата, это колым. Управляющая компания «Домашний очаг». Жильцы уверены, ее представители плетут серые схемы заработка. Например, та же уборщица здесь, как выясняется, официально не устроена. В лучшем случае в месяц она убирается четыре раза. Выходит, ее колым всего 4 тысячи рублей. Математика проста. А вот дальше разобраться крайне сложно. Смотрим отчет управляющей компании за 23 год. Пункт под номером 6. Уборщица по трудовому договору. За год по документам она получает 204 тысячи 960 рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев, получаем 17 тысяч рублей. Кто получает эти деньги – большой вопрос. Следом в документе идет дворник. В год ему оплачивается 146 тысяч 177 рублей. Делим на 12 месяцев. Официально эта штатная единица зарабатывает чуть больше 12 тысяч рублей. На деле дворником является все та же худощавая пенсионерка. И по ее словам, за работу на улице она вообще ничего не получает. Вот только представитель управляющей компании «Домашний очаг» в телефонном разговоре, заметно нервничая, все отрицает. Якобы пенсионерка зарабатывает хорошо. Только вот сколько именно, сказать не может. Для них есть установленная зарплата по квадратным метрам. А сколько у нее зарплата? Сейчас не могу сказать, нужно смотреть. А вы можете посмотреть, сказать ее зарплату? У нас бухгалтер работает удаленно. То есть мне сейчас занятия бухгалтером, который делает начисления. Что вам сказать? Ну, убирается они не за тысячу рублей. Есть квадратные метры. Из этих квадратных метров, что заложено в тариф, получается их заработная плата в месяц. Ну, опять же, вот она рассказывает, что за всю уборку и в общежитии на улице она получает тысячу рублей. Ну, прекратите, ну, мало ли что она вам рассказывает. Я тоже вам могу рассказать, что еще жить здесь бесплатно. О чем разговор-то непонятно, не могу понять. Зато нам все понятно. К слову, директор «Домашнего очага» нам так и не перезвонила и не предоставила обещанные зарплатные данные. В связи с чем мы требуем правоохранительные органы вмешаться в столь запутанную финансовую историю. А значит, к этой теме вернемся в любом случае. Что касается воды, то Потапова ясно дала понять. Без заживительной влаги жильцам еще жить и жить. Водонагреватель вышел из строя, и сколько ждать новый – неизвестно. Что касается пенсионерки, то на момент подготовки этого материала стало известно, что в данном общежитии она больше не работает. Продолжаем знакомиться с депутатами нового созыва городской думы. Сегодня расскажем об очередном народном избраннике, который уже имеет опыт в думских делах. Вячеслав Тамбовцев. Подробности в материале Юлии Банщиковой. В Италии мафиозные кланы, а у нас – династии. Это хорошо, когда работает семейный подряд. Значит, сработаются люди. По-честному между собой и места теплые поделят. Особенно, когда речь идет о теплых местах не где-нибудь на заводе, а в думском кресле. Пусть городской, а не государственной, но тоже неплохо. Вячеслав Тамбовцев. Депутат думы городского округа «Город Чита» 8-го созыва по округу номер 27 «Энергетиков». Позиционирует себя как семьянин, многодетный отец. У него трое детей. На выборы пошел как самовыдвиженец. Раньше был членом партии «Родина». Кстати, депутатствовал под эгидой этой партии во времена 6-го созыва. Более того, был председателем регионального отделения. А после нынешних выборов переобулся и вот-вот станет членом «Единой России». Да, рассказывая о себе в предвыборном ролике, сразу подчеркнул, что хоть самовыдвиженец, но от той самой партии. Кандидатом в праймере партии «Единая Россия» пошел именно от партии «Единая Россия», потому что на сегодняшний день это единственная партия, которая является партией, которая помогает людям и, возможно, что-то изменить в лучшую сторону окружающего нашего благоустройства, нашего поселка. Причем здесь династии и кланы? Вячеслав Тамбовцев – родственник небезызвестного экс-депутата Александра Щебенькова, женат на его племяннице. С другой стороны, какая разница, кто кому, брат, сват? Лишь бы человек был хороший и деятельный. А Вячеслав – человек активный. В 23-м году выдвигался на пост сити-менеджера «Читы», проиграл Щегловой. В 18-м и 22-м годах выдвигался в Заксобрание по округу номер 8 «Петровский», но не прошел. В 2019-м был самовыдвиженцем в городские депутаты под флагом партии «Родина». Тоже не сложилось. А вот выборы 2017-го года запомнились. Тогда Тамбовцев был кандидатом в депутаты по тому же 27-му округу энергетиков, набрал больше половины голосов от общего числа. Избирком признал голосование состоявшимся, но недействительным из-за нарушений участковых комиссий. В общем, сложен путь Тамбовцева. Тем не менее, в 2018-м через суд он добился своего и вошел в Гордуму депутатом. Настойчивость – важное качество для чиновника любого уровня. В том же году стало известно, что депутат Тамбовцев – самый бедный среди прочих гордумцев. Он задекларировал доход в размере 24 тысячи за год. Отличный ход. Слуга народа не может быть богаче народа. Но посмотрим, какой деятельностью помимо забот о читинцах занимается Вячеслав. По информации с сайта Избиркома, он работает директором ООО «Кредо» – основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. И еще 20 видов деятельности, среди которых и оптовая торговля моторным топливом, и розничная торговля мороженым. По информации из открытых источников, сейчас директором там числится Владимир Петрик. Сам Тамбовцев говорит, что он – индивидуальный предприниматель. Сейчас я являюсь индивидуальным предпринимателем. Деятельность меня связана со строительством. С 2013 года я веду общественную деятельность, так скажем. В своих планах депутат заявляет о благоустройстве, асфальтировании и создании энергетической тропы, пешеходной дорожки от ДК «Энергетиков» до ТЭЦ-1. Хотелось бы продолжить программу благоустройства, сделать наконец улицу автостроителей асфальтированную. Поселок Ивановский закончит асфальтирование оставшихся дорог, которые там остались. На Весене, в районе, так скажем, Санта-Барбара, как она ее называет, хотелось бы уже закончить благоустройство, наверное, не закончить, а начать и закончить благоустройство дворовых территорий. Что успел сделать без пяти минут член партии «Единая Россия» за период своего предыдущего депутатства? Примерно то же, что и сейчас – пообещать. А как будут исполняться эти самые обещания, мы расскажем. Юлия Банщикова и Иван Дементьев. ЗАП-ТВ Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Дзене, Ютубе, ВКонтакте. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – Чита Моторс. Официальный дилер J.Q. и Амода в Забайкальском крае. Притяжение новых возможностей и технологий. Чита Моторс приглашает в новый дилерский центр Амода и G-Tru. Автомобили будущего теперь в нашем автосалоне на улице Ковыльная, 42. Четверг, 10 октября. Температура воздуха утром составит минус 5 градусов, днем плюс 6. Облачно, без осадков. Температура воздуха вечером составит плюс 3 градуса, ночью минус 2. Ветер умеренный от 3 до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – салон дизайнерских напольных покрытий «Лига покрытий». А у меня на этом все. До новых встреч! Более 2000 видов керамической плитки. Керамогранит стандартный и широкоформатный. Цены от 600 рублей. Мебель для ванной, душевые ограждения, а также напольные покрытия с гарантией до 25 лет. Дизайн-проект бесплатно. Специальные скидки новоселам и участникам СВО. Салон «Керамика плюс», Чайковского, 30. Напротив города мастеров.